Привет всем, вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 3 сентября. В столице Тувы-Кызыле выпал град. В течение 15 минут столицу поливало ливнем из ледяных шариков, сравнимых с размером перепелиного яйца. Как сообщает МЧС региона, звонков от населения не поступало. Кратковременный град сменил ледяной дождь. Ветер не на шутку разбушевался и сносил на своем пути торговые палатки. Горожане делились впечатлениями от такого сюрприза в соцсетях. Фото и видео буйства непогоды заполонили интернет. В китайском городе Чэнду, в юго-западном Китае, разгулялась непогода. Власти объявили красный уровень погоды на сутки. В центральной и восточной частях города прошли сильные ливни, грозы, сопровождаемые порывистым ветром. Максимальные порывы которого составили 27 метров в секунду. А максимальное количество осадков составило 20 миллиметров. Ветер такой силы сносил людей по улицам, валил деревья и рекламные конструкции срывал крыши с домов. Власти убедительно попросили жителей переждать непогоду дома. По прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится как минимум сутки. Как и обещали синоптики, Ростов накрыла пыльная буря. Песок и пыль принес сильный восточный ветер, который уже несколько дней дует со стороны восточных районов Ростовской области и Калмыкии. Людям с хроническими респираторными заболеваниями лучше не выходить на улицу. Кроме этого, рекомендуется при пыльной буре закрыть лицо медицинской маской или марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. Водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными на дорогах. В населенных пунктах Ростовской области пытаются победить пожар. Возле станицы Романовской Волгодонского района Ростовской области горят близлежащие территории. Жители приграничных населенных пунктов просят пока не покидать дома. На территории рядом располагающегося хутора горит сухая трава. Сейчас с возгоранием пытаются справиться различные службы и противопожарные группы, в том числе им помогают 50 добровольцев. Уровень задымления пока остается опасным, из-за чего власти рекомендуют не выходить на открытое пространство. В Аргентине появилось два солнца. Такой эффект удалось снять на свои мобильные телефоны местным жителям. На этих видеокадрах в небе видно два солнца, одно из которых светит тусклее. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Вечером, 2 сентября, в Симферополе прошел сильный ливень с грозой и порывами ветра. В результате, в городе образовались потоки воды на улицах. Глубина паводка в некоторых местах была по колено, из-за чего жители крымской столицы с трудом могли передвигаться по улицам. Некоторые симферопольцы пытались самостоятельно очистить ливневки от мусора, стоя прямо в воде. Напомним, синоптики предупреждали о непогоде заранее. МЧС объявила штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября на полуострове возможны сильные дожди с градом и порывистым ветром до 22 метров в секунду. В Китае продолжается нашествие мошкары. Теперь пострадала провинция Леонин. Паденки повсюду. Пользователи соцсетей говорят, они буквально везде. Эти видеокадры прислал очевидец событий, когда он был с друзьями на рыбалке. Это действительно ужас. Очередное наводнение было зафиксировано в Галвистоне, в штате Техас. На острове установлен новый рекорд суточного количества осадков. В Галвистоне сегодня зафиксировано 55 мм осадков, это новый рекорд осадков за одни сутки. Старый рекорд с количеством 46 мм осадков был установлен в 1941 году. Местные жители активно делятся видео затопленных улиц. Власти предупреждают население, чтобы они воздержались или по возможности минимизировали передвижение на личном автотранспорте. 2 сентября в Алматы резко похолодало. В городе наблюдается дождь, а в горах заилийского Алатау пошел снег. Видеокамеры, установленные на базовых станциях горнолыжного курорта Шамбулак, в режиме онлайн показывают, что средние и верхние трассы, включая ледник Богдановича, покрыты снегом. Аномальная жара в Махачкале сменилась сильным ветром. Горожане испытывают неудобства из-за поднявшейся в воздух пыли, а также понесли ущерб из-за разгулявшейся стихии. Сильный порывистый ветер повалил десятки деревьев в городе, а также повлек за собой обрыв линий электропередачи. Имеются факты повреждения кровли зданий. Городские службы выезжают на локации для распила и вывоза деревьев. На этот момент поступило более 25 заявок на спил и вывоз упавших деревьев. Пострадал и личный автотранспорт местных жителей. В ночь на 3 августа, после сильного, но кратковременного дождя, в Красноярске локально затопило несколько улиц. Некоторые автовладельцы оказались в водяных ловушках. Высота паводка достигала 40 см. Местами выпал град до 2 см в диаметре. Сильный шторм обрушился на портовый город Джида в Саудовской Аравии. По словам очевидцев, на некоторое время день превратился в ночь. Сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду стал причиной отключения электричества во многих районах. Он срывал крыши со зданий и навесов, валил столбы линий электропередачи. Поступали сообщения, что две заправочные станции были практически полностью разрушены. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений, отбуйства стихии, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Тем временем улицы города Мекка в очередной раз затоплены. Наводнение вызвано проливными дождями, которые не прекращаются на западе Саудовской Аравии уже несколько дней. Всего за месяц в этом же районе произошло уже третье наводнение. По информации местных СМИ, стихия унесла жизни двух человек и привела к перебоям в работе наземного и воздушного транспорта. В результате загрязнения воды и реках Сейм и Десна в Сумской области фиксируется массовый мор рыбы. В течение нескольких суток из загрязненных рек выловили 10 тонн мертвой рыбы. Проведенные анализы показали значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм, в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины. Концентрация растворенного кислорода в воде остается критически низкой по всему исследуемому отрезку водоема. Провинции Кордова, в Аргентине, сформировался крупный ландшафтный и лесной пожары. Вспышка имеет протяженность почти 5 квадратных километров и затронула дома, а также уничтожила растительность в этом районе. Несколько семей, которым оказывается помощь на вилле Яконта, были эвакуированы. Более 200 пожарных прилагают все усилия, чтобы потушить бушующий пожар в долине Коломучета, а также 4 самолета Гидранта. Пожар начался в условиях чрезвычайного риска возгорания, в котором находится провинция Кордова, из-за опасного сочетания сильного ветра, повышенной температуры и низкой влажности. Сильный дождь застал врасплох некоторые районы Минска. В отдельных местах так и вовсе начался град. В Лошице и Курасовщине, например, на землю падают немаленькие куски льда, покидать укрытие точно не рекомендуется. В Минсктрансе сообщили, что в связи с погодными условиями пришлось прекратить движение общественного транспорта. Сильно затопило улицу Гошкевича. Решетки радиаторов некоторых машин даже скрылись под водой. Тем временем, очевидцы публикуют видео непогоды в соцсетях. Из-за подтопления на улицах образовались пробки. Пожар в Шароте, возле Стивенсвилле, в штате Монтана, сейчас занимает почти 1800 гектар. Это побудило власти выпустить предупреждение об эвакуации, и многие жители решили уехать в качестве меры предосторожности. Огонь разрастается с огромной скоростью, за один час он успел охватить 300 гектар растительности. Языки пламени поднимались более чем на 30 метров в высоту. В тушении огня активно применяют авиацию. Кроме того, на земле уже находится более 200 пожарных и волонтеров, участвующих в тушении пожара. Тропический шторм Яги, известный как Интенг, обрушился на столицу Филиппин, Манилу и близлежащие провинции. В результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, по состоянию на сегодня погибли по меньшей мере 7 человек. Ежегодно Филиппины сталкиваются с 20 тропическими штормами, которые вызывают смертоносные оползни и наводнения. Тропический шторм Яги, сопровождающийся ветрами скоростью до 85 км в час и порывами до 105 км в час, ударил по самому густонаселенному острову Филиппин Лусону. Сильные дожди затопили многие улицы и дома. На Мадагаскаре обитает 6 видов бообабов. Ствол самых крупных экземпляров на 80% состоит из воды, и он может вмещать до 4500 литров, что делает его источником воды для населения и животных. Древо жизни – бообаб или рениала – это доисторический вид, возраст которого насчитывает 200 миллионов лет. Рениала, на малагасийском языке, означает «мать леса». Самый редкий вид бообаба на Мадагаскаре – бообаб-перье, их осталось всего несколько в самой северной части острова. За последние сутки на Земле произошло 168 землетрясений с магнитудой равной 2 или более. Землетрясения с магнитудой равной 4 или более произошли в 18 странах, в каких именно вы можете посмотреть на экране. Спасибо за просмотр выпуска и за внимание. Спасибо за вашу поддержку и активность. До завтра.